Друзья, всем привет! Сегодня мы обсудим главные нововведения грядущего обновления 8.1. И знаете, вчера именно 17 июня вечером уже приготовил айпад, чтобы установить тестовый клиент и сегодня с утра по красоте вам все рассказать. Но его почему-то перенесли. А раз видео нужно успеть сделать, пока ребенка еще не забрал из садика, то обсудим все, что известно без тестовых клиентов. Поэтому прожимай свой коронный лайк, взрывай боеукладку ютуба своим комментариям. Ну а мы начинаем. Итак, начнем с приятного, а именно с подарков. Думаю, ни для кого не секрет, что в Блице я очень давно, конечно, не с самого релиза, но все же. Так что сторожил об лица и старичок получил прекрасный сундучок. Вот эта рыбчина из меня полезла. Данный сундук мне подарили на семилетие Блица. И, конечно же, вам интересно, что внутри. Он содержит в себе свободный опыт, 30 дней према, это прям щедрый подарок, немного офигел. И 700 голды. Ах да, еще сертификат на камуфляж, но не суть. Но главное, это контейнер со случайной семеркой. А помните, что я в ангаре говорю, что именно семеркой дадут? А мне под прошлым видео никто не верил, так что не только сенсей умеет предсказывать будущее. Теперь самое смешное будет. Если получу танк, который уже есть в ангаре, это будет очень эпично. Ну давай, счастливая рука, надеюсь, не Пантера М10, которая уже давно есть. Блин, так и знал, что выпадет танк, который давно уже есть. Честно, радовался бы даже Франкенштанку больше всего, ибо у меня его нет. Как раз для коллекции зашел бы. Но выпало то, что уже давно есть, и взамен получил 2500 голды. Как говорится, и на этом спасибо дареному коню в зубы не смотрят. А теперь о главном. Понятное дело, что после жирнейшей обновы 8.0 нас ждут лишь минорные патчи, которые больше всего будут нести балансные правки и все в этом ключе. Хоть как по мне 8.0 не обошлось без косяков. Посмотрите прошлое видео у меня на канале, и вы все поймете. Итак, начнем с того, что на седьмом уровне всех ждет серьезный ребаланс техники. Конкретно зацепило более 30 машин, и знаете, это действительно большой послужной список. Как уверяют разработчики, такие масштабные правки нацелены на то, чтобы на уровне и внутри классов были сопоставимы, по боевой эффективности лучше выполняли свою роль в сражении. Объясню человеческим языком. Слишком много премиум машин наводили, поэтому большая часть прокачиваемых танков превратилась в тыкву. И чтобы они нормально себя чувствовали в рандоме, здесь реально нужны апы. Ну или нерфы. Правда, говорят, что правки не будут значительными, и большинство из них связаны с улучшением параметров танков. Но несколько апов и нерфов все же будет. Вот самый интересный на данный момент. Сороктройки и моему любимому Рудику увеличат запас прочности. Не знаю насчет према, это и так шикарная машина. Помню, как-то на стрим залетел Артур Гончаров и говорит, это было после хорошей серии побед. Победишь еще раз, закину тысячу. В итоге у меня была серия из порядка 20 побед. Поверьте, первое Артур умеет мотивировать на победу, второе на танке у меня почти 1800 средний урон. Лично в моих руках из Т-вода, как прем машинка, знатная. Из минусов только слабо фармит. Также изменения коснулись и британского среднего танка, а именно Комета. Ему должны незначительно увеличить динамику, как по мне, лучше комфорт стрельбы сделать ярче, а именно слегка увеличить точность. За пробой я вообще молчу. Чири улучшится бронирование и мощность двигателя. Ха, помните видос Сенсея, где я еще на ФЦМ-50Т гонял? Так вот, мне кажется, Юрец, пришло время делать переобзор. Не, ну а что, уже не актуально. Смотри, как его апают. А вот ИСы КВ-3 побудут новым патчи аутсайдерами и посидят на скамье запасных. Ведь им нерфят динамику, но улучшится комфорт стрельбы. Я не представляю, как вы собираетесь улучшать деструктор, разве что дать танку управляемой ракеты. А вот Черному Принцу снова-таки поднимут динамику, но при этом порежут комфорт стрельбы от орудия. Мне кажется, это какая-то бессмыслица, прям сумбур. Сколько раз апали этот танк? С его-то динамикой, да не трогайте уже ничего. Нет, очередные правки. А зачем? Для галочки, если в целом уже все, что можно было дать, танк получил. С Принцем чё-то вообще не согласен. Также французскому тяжу под названием АМХ М4-45 подрежут бронепробитие, но при этом поднимут бронирование. Здесь тоже не совсем понятно, получается, у РЛ-44 тоже топовое орудие хуже пробой получит. Или только семерка. Вообще непонятные правки, как по мне, и в целом новый патч еще даже не вышел, а уже реально бесит. Для тех, кто играет с компа, теперь больше не будет возможности включить в настройках игры единый тип управления. Этим изменением решается проблема бесконечного ожидания подбора игроков и раз людей, нагибающих с компа, намного меньше, чем игроков на сенсорных устройствах. А ПК игроков, включающих эту функцию, еще меньше, поэтому ПК игроки будут попадать против ПКшников и сенсорников, которые предпочли выключить эту функцию. Решение довольно логичное, мне кажется, в современном рандоме особо никак не скажется на игроках. Плюс нас ждет изменения в сундуках за вход в игру. Есть две проблемы с ежедневными, трехдневными и недельными сундуками, которые нужно решить. Новички получают из этих сундуков премтанки, не соответствующие тому уровню техники, который есть у них в ангаре. Это плохо и для самих новичков, так как они перескакивают уровни, толком не научившись играть. И для тех, кто играет с ними в боях, это прям печаль. Знаете, как бесит, когда видишь игроков со слабой статой, у него уже лев в ангаре и из танков лишь песок. Конечно же, он в следующем бою полезет на ТТ на гору или станет кусты. Такое себе удовольствие видеть такую картину. Также кредитов и бустеров кредитов в этих сундуках все игроки получают почти столько же, как и в сундуках за ПЗ. Это нечестно и плохо сказывается на экономике игры. В обновлении 8.1 меняется система наполнения этих сундуков для разных игроков, сохраняет ценность наград. Смотрите, на низких уровнях, с 3 по 4 уровни в ангаре, не будут выпадать премтанки. Многие виды части сертификатов премиум аккаунта. Они сложные для восприятия новичка. Зато самое полезное для них увеличатся кредиты, бустеры кредитов и боевого опыта. На высоких же уровнях с 5 по 10 уменьшится количество кредитов, но дадут больше других наград, а также добавят награды бустеры золота и перезарядки снаряжения. Премтанки будут падать только если у игрока когда-либо был или есть в ангаре техника 5 уровня. Дальше, чем выше уровень техники когда-либо был или есть в ангаре, тем выше уровень премтанка игроки смогут получить в центральном и правом сундуке. Давно надо было решить эту проблему и, как по мне, очень полезный подход к новичкам и выбору бонусов за игру. Плюс в новом патче технологию PBR завезут на ветку британских легких танков. И теперь вискосом можно будет мыть, купать и вымазывать грязи. Вот самое главное, чтобы на айпаде снова полосы вокруг танка едва заметные опять не завезли. А то очередных багов нам не надо. Хватает пока Светка Йохов. А теперь пришло время сказать спасибо спонсорам данного видео. Виоленс или Вайлендс пишет спасибо, хороший ролик получился. Это он про лучшие ветки для прокачки, если статист. И тебе спасибо. Какой танк посоветую, сложно сказать, не зная твою игру. Присмотрись к Проджета, зарядка решает или 121-му. Но там ветка дно, но топ стоит своих страданий. На крайняк Е50М. Вообще оптимальный вариант. КВ-2 пишет, стоит потеть ветку бабахи. Смотри, если у тебя друг мазохист, он тебе готов помочь. То взводом вообще пройдешь без проблем. Ужратый Цой пишет на Роллтон и на ветку ВЗ-113. Спасибо, ветку в будущем разберем, это да. Хорошо, что петь не заставляешь, как в прошлый раз. На этом у меня все. Лайк попрошу, но заставлять ставить не буду. Где подписаться, думаю, и сами знаете, поэтому уже сто пудов прожимаете колокольчик. И самое главное, танкисты. Играйте только в качественные игры, если вам, конечно, есть с чего играть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова